Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой Эльвирой, которая сказала вам, что необходимо понять, какие мотивы побуждения стоят за вашим замежательством. А я же, в свою очередь, хотел бы немножечко добавить к ответов у коллеги, ну, или лучше сказать, посмотреть немножечко с другой стороны на ваш вопрос. Во-первых, решить, встречаться или нет с человеком, ну, с данным человеком, да, можете в общем и целом только вы. То есть мы за вас такое решение принять не можем, да и, в общем-то, было бы, наверное, неправильно рекомендовать вам, как поступать и что делать. Ну, неправильно, неправильно это было бы. Вот. Поэтому здесь, я думаю, ситуация именно такая, что этот вопрос вы решите для себя сами. Ну, я надеюсь. Вот. Естественно, может быть, с нашей помощью, ну, вот. Естественно, может быть, с нашими подсказочками какими-то, да. И вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы от первой любви родили ребенка. Значит, вопрос такой, почему вы родили ребенка не в браке? То есть, что помещало вам родить ребенка, ну, именно в браке, чтобы у него была, ну, семья, да, чтобы у него было, вот, все, как бы, свое и так далее. То есть, это вот первый момент, что помещало родить ребенка в браке. То есть, ну, может быть, вы не хотели этого просто наоборот. То есть, ну, вот, бывает такая, была такая прослушка, когда не очень хочется, или не получилось, да, или там что-то еще, да, мало ли, какие обстоятельства. Но, эти обстоятельства в любом случае нужно выяснить, потому что они важны. И вообще важны они. Именно для вас. Именно для того, чтобы лучше понять вам, к чему это все привело. Дальше, ребенка выродили, а он не принял, как вы говорите. То есть, человек, вы ожидали, вы ожидали, что он принял, а он, он не принял. Он не принял вас, да, и, собственно, все, вас забили. Вопрос. Должен ли он был принять, по вашему мнению, должен ли он был принять вас и вашего ребенка, или нет. Если должен был, то, соответственно, почему вы так считаете, что должен был? То есть, ну, на чем базируется ваше ожидание, да, как раз именно то, из-за чего у вас сейчас к нему ненависть, и именно то, из-за чего вы вполне вероятно не можете его отпустить до сих пор. Этого мужчину. То есть, тут ведь все взаимосвязано, на самом деле. И если вы до сих пор его ненавидите, как вы говорите. Значит, у вас какие чувства есть? По-моему, нет принятия выбора мужчины. Папа, выбор такой, ну, примерно, да. Выбор такой. Значит, я не хочу, да. Ну, я не хочу, например, быть с этой женщиной, да. Я не хочу быть с этим ребенком. Я еще, грубо говоря, не готов. А вот. Плохо это. Да, плохо. Безусловно. Безусловно, это очень плохо. Безусловно. Но нужно понимать, нужно отдавать себе отчет, да, в том, что мужчина, он как бы имеет полное право так, значит, себя вести. Ну, с вами, не с вами, вообще. Ну, он имеет право так себя вести. Знаете, это в его прерогативе такая модель поведения. И с этим вам, к сожалению, ничего не поделать. Ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению. Если вы не принимаете это, если вы не принимаете его модель, если вы не принимаете его выбор, это вопрос уже, конечно, больше к вам. Почему? Почему я не принимаю модель поведения своего мышечника? Почему я не принимаю ну, почему я не принимаю его мужчину? Почему я не могу его принять, его выбор? Что мне мешает это сделать? Вот. Ну, соответственно, это то, что вам необходимо для себя увидеть, ну, постараться увидеть, по крайней мере. Постараться проанализировать, да, какие-то вещи. Дальше идем. Позже вышла замуж на другого. Но, опять же, опять же, зачем? Какой целью-то вышли замуж за другого? Что хотели получить, выходя замуж? ведь не любите же другого-то. Мудитов вы его не любите ведь? Я полагаю, что и сами понимаете, что не любите своего мужа. так вот и вопрос, тогда, а если мудит вы его не любите, то зачем тогда? выходили за него? Для чего выходили за него? какая была цель у этого? Понимаете? вот это вот это вот все, да, вот это вот все нужно как следует проанализировать. Кто вам двигает? Зачем? Как? Почему? И тогда оно будет куда более понять, более понятнее будет, что делать вам, сейчас? Более понятнее будет, как вести себя сейчас с мужчиной. Более понятнее будет, что делать вам сейчас в в этой ситуации, в данной ситуации, в данный момент. Понимаете? обиды, ну, да, просто обиды. Просто обиды и как бы все, кроме обид, там у вас больше нет ничего. Понимаете? Столько обиды, 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 и а дальше что? Понимаете? Ну, Плюс неудовлетворенность от брака, да, вот этого брака неудовлетворенность, потому что вы жили с нелюбимым мужчиной, да, и он вам, ну, наверное, не то, чтобы неприятен, конечно, и востолько вы от него явно не были. То есть вот тут вот так вот нужно обязательно посмотреть, обязательно проанализировать, обязательно нужно разобраться совсем спокойненько. Спустя 15 лет мужчина нашел меня в соцсетях. Ну, значит, здесь ситуация какая? Мужчине вы понадобились. Конечно, сложно сказать зачем именно, вот, я полагаю, что это не особо и важно, если честно, вот, потому что главное, что понадобились в своем мужчине, вот, ага, зачем-то, и, ну, анализировать, анализировать, зачем, вот, если вам хочется это, конечно, потому что самым правильным решением будет оставить человека, с его проблемами, с его желаниями, какими-то, да, потому что он, он не принял вас, это был его выбор, а почему вы сейчас, нажми, например, принимать его, например, вот, ну, правильно, согласно, с другой стороны, с другой стороны, может быть, вам, наоборот, нужно с ним как-то вот встретиться, как-то пересечься, да, чтобы понять для себя какие-то вещи, может быть, да, какие-то там, ну, какие-то моменты выявить, но, опять же, только в том случае, если вы сами готовы на это, вот, ну, на это все, если вы сами согласны встретиться со своим прошлым, например, согласны или нет, это уже вопрос другой, так, про ребенка вообще не спрашивать, ну, ребенок ему как бы не нужно, очевидно, что, если за 13 лет ребенок не понадобился, да, то вряд ли он понадобится сейчас, а с чего бы это, ему понадобился вдруг ребенок, вот сейчас, да, с чего бы это вдруг, какой такой стати, да, в какой момент, тут нужно более реалистично смотреть на вещи, да, и все-таки как-то, ну, я бы сказал, драться лучше понять, кто перед вами, кто действительно действительно перед вами и кто этот человек хочет, вот, потому что ему, ему ребенок не был нужен, иначально, и вряд ли ребенок им нужен сейчас, вот, мне очень хотелось, чтобы вы, если надеетесь, что ему ребенок понадобится, перестали это делать, вот, а ваши мотивы, собственные мотивы, желание узнать, желание встретиться с этим вот, человек, не подлежа празднику разбору. Скорее всего, это нечистливый брак, неудовлетворенность в жизни, может быть, какие-то страхи. Ну, тут, тут, естественно, многие вещи под вопросом. То есть, я имею ввиду, тут не очень понятно, чего вам хочется. Дальше. Люблю и ненавижу. Ну, любите, почему? Да. Потому что с ним у вас связаны ваши переживания, какие-то ваши какие-то надежды и так далее. ненавидите, ненавидите почему? Откуда ненависть? ненависть. А ненависть, она, в принципе, оттуда же. Ненависть, она из-за того, что мужчина не оправдал, но не оправдал. Мужчина ваших ожиданий. Не смог оправдать. Вот как бы в этом и вся сложность. тонкость, вся проблема. Поэтому именно с любовью и ненавистью нужно разбираться. Скорее всего, вы не любите. Скорее всего, вы идеализируете человека. Что заставляет идеализировать человека? Ваши желания. Это абсолютно точно. Ваши желания заставляет человека идеализировать. Ну какие? Да? Да. какие это желания? Можно подумать. Можно подумать. Конечно, ну 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 нужно подумать, что это за желание? это заставляет вас идеализировать. Потому что, ну в данном случае вы его идеализируете. Это совершенно очевидно. Вот. Не обесценивайте, что заставляет вас его обесценивать. неудовлетворение. Амммм. То есть, соответственно, если мы говорим про обесценивание, то это как правило, ну как правило, неудовлетворение. Неудовлетворенность в чем-либо. Вот. И это ваши собственные какие-то там внутренние конфликты, ваши собственные внутренние переживания, может быть негатив, там, ну все-все-все может быть. в одном. Все в одном может быть. Ох. Поэтому тут самое главное правильно проанализировать. Может быть вы его воспринимаете этого человека как кого-нибудь из своих родных, которые вас также может быть бросили, не приняли, не поняли там и так далее. Вот. Может быть, может быть, речь идет о чем-то еще. О чем мы не знаем. Но нужно анализировать. В любом случае нужно анализировать, если вы хотите и семью не разрушить, то есть вашего мужчину не обидеть понапрасну. И себе сделать что-то хорошее, да, то есть вы опять не вкажете в пучину негатива, да. Вот. То есть тут вот именно такой момент. Ну и подумайте просто о том, с какой целью, просто подумайте, с какой целью может мужчина хотеть с вами встретиться, да, знаю, что он сделал. Не спрашиваю у вас ничего про ребенка, про вашего, да. И соответственно, ну довольно быстро перейдя к делу, скажем так. Да, то есть довольно быстро перейдя к непосредственно встрече с вами. Если бы он хотел чего-то такого серьезного, да, он бы там, ну как-то, знаете, потихонечку бы с вами взаимодействовал бы, да, то есть потихонечку бы с вами как-то начал общаться, вот такое было бы общаться. а он же как сделал, да, присел и сразу типа, ну давай мы с тобой будем встречаться, вот, давай встретимся. Вот. И при этом даже не считал нужным проявить вежливость, как вот. ну вы просто подумайте на том, что это вообще, что это вообще может ну значит именно именно для вас. И хотите ли вы с таким человеком вообще связывать свою жизнь там и и так далее. Вот. То есть просто вот подумайте об этом. Подумайте на эту подумайте на эту тему. Вот. Как бы. И для вас будет многие вещи будут для вас куда более понятны. Вот. Многие вещи будут для вас куда более яснее, потому что вы увидите, что человек действует только исходя из своих каких-то соображений. Вот. И вы не будете от него там чего-либо ждать вообще. Вот. Но при этом при этом нужно понимать, да, при этом нужно понимать довольно четко нужно понимать, мужчина, он вам, вот именно вам, да, он ничего не должен. Сам по себе мужчина, да, он вам вообще ничего, ничего не должен. Абсолютно. Вот. то есть ему как бы ему нужно только что-то вот ну что-то свое мужчине нужно от вас. Да? Вот. и все. Как бы. Поэтому данный аспект я предлагаю рассматривать именно вот в таком контексте. Вот. Данный аспект я предлагаю рассматривать именно вот так. Понимаю, что вам очень тяжело больно, обидно, наверное. Вот. Но еще раз вы правильно поняли, да? Это была это была иначально иначально это было ваш как бы ну и это был ваш выбор. Да? был ваш выбор. Значит родить. Родить. Вот. Вы хотели родить и вы родили. Если вы это сделали не для себя, да, если вы это сделали ну я не знаю, для мужчины, например, для ребенка своего, например, то это к сожалению очень очень плохо. Очень очень плохо. потому что так делать нельзя. Если вы сейчас родили ребенка, да, то постарайтесь все-таки понимать, что он в первую очередь нужен вам. Он не нужен отцу, он нужен вам. А что вы будете с этим делать решать уже, как вы будете с этим вопросом решать. Это уже опять же ваш выбор. То есть позвольте себе сделать свой выбор, да, а мужчине, который вот вас ну, который вас зовет сейчас. А мужчине подвольте сделать свой выбор. И все. Я думаю, многие проблемы, они решатся вот прямо сами с собой, знаете, многие проблемы решатся сами с собой. Вот. вот так я думаю вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что мой ответ прояснил ряд моментов, связанных с вашей проблематикой. И соответственно, надеюсь, что это позволит вам лучше видеть свои дальнейшие действия. Я вам желаю удачи, всего доброго. Если вам остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.